Всем привет! Меня зовут Ирина. Я торолог и психолог. Рада вас видеть на своем канале. Давайте сегодня не будем задавать конкретного вопроса картам и посмотрим, какая информация пойдет. Свободный энергоинформационный поток сегодня будет. Постараюсь считать для вас ту информацию, которая пойдет. Итак, что же вам важно знать сегодня? Самое главное, да? Самое важное. Итак, карта рыцарь Жезлов. Ну, мощное начало. Смотрите, как вы, царя, устремленно движетесь к реализации чего-то, к осуществлению своих надежд. Даже если сейчас у вас в жизни застой или какая-то проблемная ситуация, вы понимаете, что так просто все не разрешится. Энергии, энергии, как движущая сила, способствуют вашему росту, способствуют развитию ситуации, движению обстоятельств, да, способствуют переменам, переменам, судьбоносным изменениям. Карта Звезда. Звезда – это судьба. Звезда – это то, что ведет нас по жизни. Свет звезды, свет высших сил, да, то, что пронзает тьму, то, что выводит нас из проблем, из череды неприятностей, из застоя тоже, да, у кого что в жизни. Вы выходите на путь такого, знаете, уверенного движения. Вот двойка Пентакли – карта внутреннего спокойствия. Но в контексте этого расклада, этой триады, могу сказать о том, что вы выходите на путь, где будет движение очень такое умеренное, при этом оно продуманное, при этом оно результативное, да, оно принесет вам действительно плоды. То есть, то, что будет происходить в скором времени, приятно удивит вас тем, что ситуация завершилась быстрее, может быть, чем вам казалось, чем вы думали, потому что Рыцарь Жезлов – карта скорости. И надо отметить, что это движение, которое будет, намечается, да, вот-вот начнется, оно принесет вам какое-то глобальное исполнение, оно, возможно, приблизит вас к исполнению вашего желания, к реализации какой-то, к достижению того результата, который вы хотите, да, которого вы ждете. Ну, мощное начало, да, мощное начало. Ну, давайте посмотрим. Да, здесь прорыв будет, здесь долгожданный прорыв, сдвиг с мертвой точки, путь к разрешению, да, вы находите дорогу к разрешению проблемы, возможно, либо если ситуация долгое время находилась в стадии стагнации, застоя, вы сдвинете с мертвой точки эту историю, как-то найдете для себя варианты, возможности. здесь обстоятельства здесь обстоятельства начинают работать на вас. Вот если, как бы, ситуация в прошлом была против вас, вы понимали, что вам трудно контролировать обстоятельства, что все, как бы, против вас, все из рук вон плохо, ничего не получается, не реализовывается, не исполняется, не идет, как вам нужно. Здесь будет, как будто, иной поворот, да, в другую сторону поворачивается эта ситуация, и у вас в руках оказывается ресурс, потенциал, вы видите выход, вы находите какие-то оптимальные для себя варианты, какой-то мощный ресурс в ваших руках, да, в вашем распоряжении ситуации, а вы уже поворачиваете, как вам нужно. Будьте готовы к тому, что в скором времени, вот-вот, да, буквально на днях начнется движение, мощное движение, вы, может быть, уже и не ждали, что вообще оно когда-нибудь будет, может быть, здесь, вы знаете, вот действия от человека будут, звонок, там, что, внезапный визит к вам или случайная встреча, и обстоятельства начинают работать на вас, вы этого не ждете, вы сейчас, может быть, как-то уже даже свыклись с положением дел, да, смирились с обстоятельствами, но нет, значит, нет. Вы как-то отошли от этого всего, занялись своей жизнью, кто-то в работу ушел, да, какие-то бумаги здесь, какие-то вопросы решаете, делового характера, кто-то самореализоваться решил, ушел полностью в творчество, да, реализовать пошли свой творческий потенциал, но обстоятельства меняются, вот видите как, стоило вам оставить эту ситуацию, отпустить, да, и она начинает развиваться, начинается движение, а вот если бы вы напряженно ожидали результата, если бы вы теребили там кого-то, да, от кого вы действий ждете, то результат возможно был бы обратный, еще долгое время эта ситуация не развивалась бы, а вот так вот вы отпустили, как-то спокойно ко всему отнеслись, ну как есть, так есть, и вот оно само начинает набирать обороты, да, ну вот так бывает иногда, бывает, здесь мужчина какой-то, достаточно уверенный в себе, но очень сложный человек, да, мечевые короли, они же достаточно сложные такие личности, конфликтный человек, хотя он, конечно, понимает, что конфликт вам не нужен, да, вот что вас связывает, какая-то ситуация вас связывает, конфликт вам не нужен, он не выполняет сегодня свои обязательства перед вами, да, он сегодня как-то вот отходит в сторону, он пытается увильнуть от ответственности, но вы как будто бы своим спокойствием, своим вот этим равнодушием показываете ему, что вы будете терпеливо ждать, да, вы настаивать не будете, вы не будете провоцировать конфликт, ну и вы знаете, ему ничего не остается, как начать движение по отношению к вам, то ли это ваш любимый человек, который где-то там забаррикадировался, да, ушел с радаров, потеряли вы контакт, то ли это кто-то еще, там, не знаю, руководитель на работе, да, мечевые часто выходят в раскладах, как руководство, как начальство, да, здесь вот, тогда, когда вы требовали, когда вы выставляли свои условия, как будто вас не слышал этот человек, а сейчас полная равнодушие, вы ушли в паузу, он, он, знаете ли, начинает действовать, как-то ему не очень приятно от того, что вы равнодушно к этому относитесь, видите, здесь пауза была у вас, пауза по четверке мечей, для вас, конечно, это было мучительное ожидание, но вы потом уже просто взяли и занялись чем-то другим, нашли какой-то другой путь, сменили траекторию своего движения, сменили акценты, переключились на что-то, и на время забыли об этом мужчине, о всех ваших делах насущных, связывающих вас вместе, ну и вы знаете, вот он мужчинка там будет действовать, а будет он что-то придумывать, он будет предлагать вам либо новый проект какой-то, либо выполнять свои обязательства, если, например, он так и не выполнил их перед вами, здесь вот он как-то будет пытаться мириться с тем, что есть, да, идти на ваши условия, хотя очень не хочет, очень не хочет мужчина идти на ваши условия, хотел бы, чтобы ситуация развивалась по его сценарию, но понимает, что, во-первых, есть перед вами долг, есть перед вами обязательства, от которых ему не уйти, не уйти ему от этого, поэтому он не хочет, очень не хочет, он как-то, то ли не хочет прошлое вспоминать, то ли не хочет брать на себя еще какие-то обязательства, то ли не хочет выполнить то, что он вам должен, очень не хочет как-то этим заниматься, пытался всячески уйти, откладывал в долгий ящик много раз, может быть, вы его на разговор вызываете, да, много раз вызывали, и как-то человек находил все время какие-то отговорки, а сейчас вы проявили полное равнодушие, но видите, ему и от этого дискомфортно, он не хотел бы, чтобы вы и требования свои как бы выставляли, но с другой стороны, и равнодушие ваше тоже его не радует, я бы даже сказала так, что равнодушие его больше ранит, потому что как-то он был уверен в ваших чувствах, в том, что вы к нему расположены, в том, что вы как-то найдете общий язык еще, но ваша холодность ему дала понять еще раз, что вы серьезная, да, с вами играть не получится, с вами либо серьезно, либо никак, ну давайте посмотрим, как здесь ситуация будет разрешаться дальше между вами, ну вы уже такая мечевая королева, да, вы устали просто, этот человек заставлял вас ждать, заставлял вас переживать, и конечно вы морально от этого устали, и вы знаете, вы не готовы идти на уступки, мечевые карты, вот королева мечей, и паш мечей, мечевая редко пойдет на уступки, вы скорее ему выдвинете какой-нибудь компромат еще, да, вы скорее претензии ему какие-то предъявите, нежели согласитесь на его условия, но вы знаете, вот как ни странно, но проявляя характер, настаивая на своем, вы получаете результат гораздо быстрее, вот двойка кубков говорит о том, что договоренность будет заключена, да, некое соглашение здесь будет между вами, то есть если вы ждете разговора, или ждали когда-то уже не ждете, он все равно состоится, именно ваше равнодушное, вот такое холодное, немножко высокомерное отношение к этой ситуации, к этому мужчине, в частности, позволит этой ситуации дать толчок, этот мужчина вспомнит, а вас вспомнит о каких-то обязательствах и решит, что да, действительно этот разговор нужен, разговор, пересмотр каких-то позиций, другой взгляд на ситуацию, по-другому вы оба посмотрите на то, что между вами произошло, ну-ка, как еще будут развиваться отношения, ну вот как будто бы вы на позитивной ноте остаетесь, да, по итогу, несмотря на то, что у вас много претензий, как бы он тоже не до конца удовлетворен тем, что он получает от ваших отношений, от ваших дел каких-то общих, возможно, но по итогу к соглашению какому-то вы придете, отношения будут достаточно неплохие, между вами теплые, вот, ну результат будет в общем по итогу ваш, да, вот она центральная карта, и вы у нас тоже выходите в центре расклада дамы Пентакли, здесь шестерка жезлов, карта успеха, карта победы, то есть вот все равно будет так, как вам нужно, мужчина такой достаточно упрямый, упирается, хочет непременно, чтобы ситуация вот развивалась по его сценарию, но вы все-таки не дадите ему полноценной свободы, полноценной свободы, и вам удастся привести ситуацию к успеху, то есть здесь разговор может между вами быть, но опять же в этом разговоре вы не пойдете на компромисс, если вам это не будет удобно, то есть здесь королева Пентакли, она больше не жертва, она не хочет играть роль жертвы, она не готова принести в жертву свои чувства, свои эмоции, собственную самооценку, если раньше может быть вы были такой, вы были мягкой, уступчивой, то сейчас нет, сейчас вы понимаете, что человек часто играет вами, человек манипулирует, и почему бы вам не поиграть, почему бы вам не поманипулировать манипулировать им, и вы знаете, он через вот ваше другое отношение к себе, он начинает вас уважать, реально, он начинает вас больше ценить, он понимает, что ваша холодность, наверное, о чем-то говорит, говорит прежде всего о чем, о том, что вы и без него обойдетесь в этой жизни, вы показываете ему тем самым самостоятельность, уверенность в себе, что ему, в общем, не очень приятно, не очень для него приятное открытие, конечно, вот это ваша такая достаточно жесткая, принципиальная позиция, холодная, но как есть, так и есть, но и в разговоре здесь, я так скажу, вы будете пытаться, конечно, искать компромисс, но королева Пентакли, она же очень дипломатична, она спокойно сдержана, дипломатична, экономит энергии, свой ресурс при себе, держит все свои желания, чувства, эмоции, но она не позволит воспользоваться своим ресурсом, то есть, либо ты принимаешь мою сторону, мою позицию, либо мы с тобой вообще, как бы, и разговаривать дальше не будем, не имеет смысла этот разговор, да, вот как-то так вы себя поставите, и по итогу будет победа, будет тот результат, который нужен вам, то есть, такой вот напор, нажатие на мужчину, да, принесет вам результат, принесет вам результат, еще о чем вам важно знать, о чем вам важно знать, о том, что не за горами у вас новый в жизни этап какой-то, новый этап, совершенно новая жизнь, и вы знаете, жизнь очень полноценная, жизнь, знаете, как будто вы заслужили, да, вот жизнь полная чаша, такое ощущение, что вы к этому шли очень долго, карта луна, ну, это карта сложностей, трудностей, и прежде всего, карта трансформации, когда человек меняется внутренне, да, трансформации не бывают простыми, путь к обновлению внутреннему, это сложный путь, полный сомнений, страхов, неуверенности, неопределенности, в общем, вы прошли какой-то путь, достаточно тяжелый, кармический путь, полный испытаний, преград, борьбы, да, карта луна, ну, это борьба, это борьба за уверенность в завтрашнем дне, также вот карта луна указывает на некую неуверенность в себе, вот вы были явно в прошлом человеком не слишком в себе уверены, вот вроде бы и стержень у вас есть, жесткий, да, потенциал есть, ресурс есть, вы вышли королевой Пентакли, ресурсный человек, с очень большим потенциалом, да, то есть в жизни вы можете достичь, в принципе, любых высот, вам стоит только поставить четко задачу, но здесь вот как будто по луне вы слишком были мягкие, уступчивые, вы много прощали, вы на что-то закрывали глаза, и вы думали, что мир, мир людей прежде всего, да, отнесется к вам с пониманием, то есть вы делали добро совершенно, забывая о том, что, ну, в общем-то, связь должна быть обратной во всем, да, а здесь была как игра в одни ворота, когда человек пытается делать добро, но при этом не ждет ответа, это проявление некой неуверенности в себе, некой закомплексованности, да, может быть, у кого-то именно закомплексованность с детства идет, но вы знаете, если у кого-то проиграется, вы понимаете, что вас воспитывали в жестких рамках, да, и отсюда у вас неуверенность в себе, то есть здесь вот по карте Луна, как бы прослеживается отсутствие четкой позиции, боязни сказать слово нет, боязнь того, что ситуация как-то изменится в худшую сторону, боязнь потерять что-то стабильное, хотя это стабильное давно уже вас могло не радовать, но и в общем-то здесь повернулась жизнь так, что вы трансформировались очень серьезно, изменились просто до неузнаваемости, у вас появился стержень внутренний, вернее он был, вы просто активизировали как бы его в себе через пережитые моменты какие-то трудные, вы больше не согласны ждать, вот Луна это кстати карта ожидания, иллюзорного ожидания, бессмысленного ожидания, когда мы верим людям, они не исполняют свои обязательства, они обещают, но ни одно из этих обещаний не выполняется, а мы все ждем, ждем и ждем, вот вы перестаете ждать, вы перестаете надеяться в пустую, вы теперь другой человек, для вас важны факты, для вас важна конкретика, и здесь и сейчас, прими решение здесь и сейчас, и вот в разговоре с этим мужчиной, у вас тоже будет совершенно другая позиция, прими решение здесь и сейчас, дай мне ответ здесь и сейчас, не завтра, не послезавтра, а здесь и сейчас, то есть, ну скажем так, вас реально в прошлом достали, люди, обстоятельства, что-то, потому что сейчас вы не хотите ждать, вы не намерены тратить свое время, вы стали больше себя любить, ценить, и вы не согласны на малое, да, вы не согласны пожертвовать чем-то, ради чего-то интереса, ради чьих-то, ради чего-то исполнения надежд, то есть, если за счет вас кто-то хочет расти, кто-то хочет выйти вперед, но этого вы уже не потерпите, вы будете делать так, чтобы учитывали ваши позиции, вы будете ставить условия, вы будете предъявлять претензии, если того будут требовать обстоятельства, вот такая кардинальная перемена произошла в вас, да, и, конечно, после такой трансформации незамедлительно приходят перемены, здесь будут перемены, новый этап, новый этап вашей жизни, и причем, посмотрите по тузу кубков, какой успешный старт, какая перспектива, какой потенциал, да, через край льется энергия, энергия ваша, энергия перспектив каких-то, энергия процветания, энергия успеха, так что будьте готовы к новому этапу вашей жизни, ой, и девятка кубков здесь, и девяточка кубков здесь, хотя и башня рядом, посмотрите, казалось бы, да, вот ваша жизнь разрушена, казалось бы, вот вы столько прошли, столько пережили, так вы морально устали от всего, ничего не хотите уже, а исполнится ваша мечта, а исполнятся ваши надежды, а сбудется даже то, чего, возможно, и не ждете, потому что туз, а кубков с девяткой кубков, ну, здесь, как бы, знаете, удваивается энергия, без того мощная энергия карты, туз кубков удваивается, и говорит о том, это дуа Дакарт, что человек получает больше, чем он даже, на что он сегодня рассчитывает, да, больше, чем вы ждете сегодня, хотя вот здесь вот башня, здесь вообще никто не думал, что вы подниметесь, и вы сами, может быть, даже и не верили в это, что вы когда-нибудь вообще подниметесь в этой жизни, и до какого-то уровня определенного дойдете, да, там, где исполняются ваши мечты, там, где жизнь идет по вашему сценарию, здесь долгие поиски себя, видите, карта отшельник и королева жезла, женщина долго идет к самой себе, по сути, это путь к самой себе, к познанию себя, к открытию в себе каких-то новых энергий, новой ресурсности, я говорила, вы в себе активизируете жезл, либо этот, как его называют, стержень внутренний, да, стальной стержень, вот, собственно говоря, жезловая, это и есть ваш новый, как бы, потенциал, ваше новое видение себя, ваше новое видение себя, ну, ты человек, который по жизни будет победителем всегда, сколько бы раз в жизни вы что не теряли, сколько бы вы не опускались на дно, вы всегда подниметесь, здесь высшие силы будут способствовать вашему росту, вашему подъему, так, ну, давайте посмотрим, что еще вам нужно знать, вот у вас удары судьбы какие-то, видите, удары судьбы по десятке жезлов, тройка, ой, по десятке мечей, да, и тройка мечей, и карта повешенной, тут ударила вас хорошо так, прям очень больно, мощно такой, так ударила, может быть, по нескольким сферам жизни, сложно, тяжело, застойная ситуация, пауза затянувшаяся в жизни, затянувшаяся пауза, как будто, знаете, одновременно закрылись несколько дверей, вот несколько дверей, вот тупик и все, да, куда бы вы ни пошли, куда бы вы ни устремились, везде закрытые двери, тупик, лабиринт, вот какая-то такая история у вас была, ну, вы знаете, во-первых, здесь какой-то момент по восьмерке кубков вынужденного ухода проиграется, то есть вы не должны были, в принципе, уходить с этого пути, вы не должны были оказаться в этом тупике, а здесь, возможно, третьи лица, да, вот по верховной жрице, это, скорее всего, тайные манипуляции, какие-то тайные враги, либо люди, скрывающие свои лица, вот, что-то здесь есть, какая-то подноготная здесь присутствует, да, то есть чьими-то стараниями вы оказались, вот, в десятке мечей, в тройке мечей, в состоянии повешенного, но здесь правда будет, вот в этой ситуации, где, казалось бы, все безнадежно, где вообще, вот, комар носа не поточит, так все сделано, что вы вообще даже ответку не можете дать, да, никак ответить не можете, здесь Вселенная за вас решила, карта правосудия, иногда нам кажется, знаете, что произвол, он переходит всякие границы, но нам ничего не остается, как с этим смириться, и в эти моменты нам кажется, что все, зло побеждает, беспредел, безнравственность, просто руки опускаются, да, безысходность полнейшая, отчаяние, вот крайняя точка, отчаяние, ну, ну, а как сказать, да, посмотрите, карты какие, десятка мечей, повешенные, тройка мечей, здесь крайняя точка, отчаяние, вы понимаете, что двери закрыты все, что вам некуда пойти, как жить дальше, как, здесь происки врагов, тайных ваших, да, вынужденный уход, оттуда, где перспектива была, где кубки золотые, где очень неплохая перспектива, была, и вы не ждете справедливости, вы понимаете, что против этого всего, вы как, ну, как пешка, да, как капля в море, вы ничего не можете сделать, но здесь вселенная, эту ситуацию выводит на тот уровень, на который она должна выйти, карта правосудия, это вселенский суд, который будет свершаться, он будет, да, об этом карте, вот то, что вам нужно знать сегодня, здесь и сейчас вселенский суд, свершаться будет, неважно, ждете вы этого или нет, в отчаянии вы сегодня, или уже как-то привели в норму, да, свой внутренний мир, это абсолютно неважно, просто здесь не зависит, ни от чего, итог этой ситуации, и ни от кого, ни от вас, ни от той стороны, ни от кого, здесь вершатся те моменты, которые должны свершиться, то, что вселенная должна явить этому миру, в рамках законов мироздания, она это явит, но давайте раскроем эту карту, что же вам предстоит, ну, что же там вам предстоит, ну, смотрите, здесь ограничение свободы, скорее всего, ваши врагам, недоброжелателям, ограничение свободы, вредить вам больше не смогут, потому что теряют власть, теряют какие-то перспективы, теряют энергию, может быть, кто-то здоровье теряет, реально уже как бы сил нет вам вредить, да, при этом у вас жизнь стабилизируется, вы идете дальше, вы смотрите в окно новой жизни, за окном новый мир, новые энергии, это то, что привлекает вас, это то, что заставляет вас идти вперед, это то, что вас радует, то, что вас успокаивает, что дает вам перспективу, надежду воодушевляет, стимулирует вас, да, у вас новое направление, а за вашей спиной будет вершиться суд, где руки связаны будут, ограничение свободы вашим врагам, у вас удача, у вас успех, у вас возрождение из пепла, да, смотрите, карта смерть и ту спинтакли, ну, реально удача, выше всяческих похвал, наивысшее достижение, да, но карта смерть говорит о трансформации, о том, что человек должен как бы заново родиться, вы должны измениться, вы должны возродиться, как птица феникс, вы должны кардинально перезагрузить что-то в себе, но это произойдет вообще независимо от вас, само по себе так должно произойти, ну, вот видите, крутой поворот в судьбе, рыцарь жезлов, от этого не уйти, крутой поворот, ну, относительно ваших врагов, что здесь, у вас подъем идет, новый период, более перспективный, вот сразу, да, как только ограничение у ваших врагов, у вас сразу подъем идет, очень резкий, быстрый, по жизни подъем, ну, потому что некому больше вам палки в колеса вставлять, видите, у вас четко принятые решения тут, определенность, достижение определенных целей, подъем, целеустремленный, такой стремительный, достаточно быстрый, подъем к успеху, все равно вы приходите, приходите к удаче, к успеху, к той двери, которая должна открыться перед вами сама, а вот вы к этому приходите, хотя у вас много было преград, много было желающих закрыть перед вами эту дверь навсегда, но вы находите свою счастливую дверь, и будете счастливы, вот все, что вам сегодня нужно знать, огромное спасибо за просмотр, надеюсь, что информация была вам полезной, на сегодня все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok